150 килограмм, ребят, представляете, 150 килограмм. Слушай, в горочку тянет хорошо так. Вот такое вот чудо техники. Друзья, всем привет, с вами Станислав, магазин Гироскутер Шоп. В этом видео решили с вами показать и новиночку среди электротранспорта. Это велогибрид от компании Куга, завода Джолонг. Давайте с вами ознакомимся, что это за такое чудо техники. Поближе сделаем тест-драйв по катушке. Поехали! Куга В1. Давайте посмотрим с вами, что это за чудо техники и с чем его едят. Давайте по порядку. Задний мотор-колесо, номинальная мощность 400 ватт, емкость аккумулятора. Кстати, сам аккумулятор и контроллер находятся в этой части. Мы чуть дальше, позже вам покажем, разберем крышку и покажем сам аккумулятор и контроллер. Нам интересно, какой ампераж у него. Итак, по заявлению производителя, 400 ватт мотор-колесо, аккумулятор идет 48 вольтовый на 7,5 ампер часов. По заявлению производителя, опять же, максимальная скорость достигает до 45 км в час и на одной зарядке вы можете проехать до 40 км. Но, опять же, мы с вами все прекрасно понимаем, что пробег на одной зарядке зависит от многих факторов, таких как погодные условия, манера езды и, конечно же, вес райдера. Поэтому это все будет индивидуально, в зависимости от характеристик, которые я перечислил выше. Итак, дизайн его, в принципе, если кто знаком с велогибридами, напоминает велогибрид из серии iBalance. iBalance BS1, BS2, но со своими плюшками и, скажем так, отличительными особенностями. Давайте с вами по порядку пробежимся и посмотрим, что за велогибрид, как говорится, что из себя он представляет. Итак, по порядку. Давайте начнем с вами с сидушки, конечно, в первую очередь, наверное, тоже удобно. И люди вопросы задают, как удобно ли, подходит для кого он, для взрослого или для ребенка. Так вот, отвечу на этот вопрос тем, что данный велогибрид подойдет, как и для взрослого, с ростом до 190 см примерно, то есть будет комфортнее ездить. Так же, как и детям, потому что регулировка сиденья идет по высоте. Вот здесь у нас регулируется, есть штепсель, как вы видите, сидушка, в принципе, ее можно и снять, поставить в ростовке, поставить так, как вам удобно. Сидушки здесь у нас идут в комплекте две штуки, то есть одно сиденье для водителя и также детское кресло, которое крепится здесь на четыре шестигранных болта. Также предусмотрели производители подножки для ребенка, они также идут в комплекте и также крепятся на четыре болта, два болта с этой стороны и два с этой. То есть, в принципе, для ребеночка будет достаточно удобно находиться на этом велогибриде. Что касаемо рулевого управления. Руль стандартный, регулировка руля по высоте нету, но, в принципе, как и сказал, до 190 см человеку будет комфортно на нем ездить, управлять, вполне динамично и удобно. По своим ощущениям, что могу сказать, вот присев на него, грипсы достаточно удобные, руки не соскальзывают. С левой стороны у нас находится с вами кнопка включения питания, то есть, если мы ее нажимаем, включается сам велогибрид. Также на левой стороне у нас находится с вами звоночек обычный велосипедный, что, в принципе, удобно с точки зрения, когда вы катаетесь в зонах пешеходных, потому что, если электронный сигнал, то он немножко раздражает людей, поэтому звоночек мелочно приятно, согласитесь. С правой стороны у нас находится ручка газа, она сделана в таком же ключе, как обычные бензиновые мотоциклы, либо электросетиколка. С правой стороны у нас также находится индикатор зарядного устройства, так как самого бортового компьютера, как такового, здесь нету. И производитель здесь поставил только индикацию, то есть, 4 лампочки горят зеленого цвета, он у вас заряжен полностью, ну и по выбыванию, если 3, значит, он у вас заряжен на 75%. Под индикацией индикатора находится кнопка, это у нас кнопка включения фары. Если мы ее нажимаем и удержим в районе 2-3 секунд, то у нас загорается спереди фара. Что касаемо тормозной системы, что немаловажная часть в любом транспорте, это тормоза. Тормоза здесь у нас передние и задние, дисковые, механические. В принципе, для его характеристик их более чем хватает и достаточно. Больше, в принципе, мне кажется, не нужно, потому что сам на нем покатался. Могу сказать так, что по динамике это, конечно, великолепный получился велосипед, назовем его так, да, велогибрид. Очень удобный и динамика хорошая. Что касаемо дальше, давайте посмотрим. Колеса у этого велогибрида надувные, пневматические, камерные, 14 дюймов. Хоть и габариты, они, в принципе, относительно, скажем так, и немаленькие, да, скажем так, но вес его достаточно радует. Всего лишь 17 килограмм. То есть компактный, удобный. Сам велогибрид, он не складной. Здесь складывается только руль. Давайте с вами посмотрим, я вам покажу, как это складывается. Здесь у нас находится фиксатор. Мы его убираем, оттягиваем складной механизм. Убрали. И руль у нас таким образом вот складывается. Рулит трансформер. И обратно фиксируем. Также этот велогибрид у нас снабжен педалями. И с помощью педали вы можете также передвигаться на нем, как в обычном велосипеде. Данный велогибрид снабжен опцией ассистент. Что это такое? В принципе, кто знаком, тот, соответственно, понимает. Кто нет, кратко вам расскажу. То есть, в принципе, при помощи педали, да, с помощью педали, он вам, когда вы крутите педаль, он вам будет автоматически помогать. Еще движение. То есть, тем самым, таким образом работает ассистент. Он находится, датчик у нас вот здесь вот. И отвечает за эту как раз опцию. Достаточно, кстати, удобная. На многих современных устройствах, на многих современных гаджетах электротранспорта, эта опция, она уже идет. Как и в данном велогибриде. На данном чудо технике стоят крылья, как вы видите, передние и задние. В принципе, конечно, крылья неплохие, но немножко, конечно, заднее крыло, мне кажется, оно его не хватает. То есть, если мы с вами обратим внимание поподробнее, да, то колесо, оно, конечно, выпирает за крыло. Поэтому я бы рекомендовал сюда поставить брызговичок, тем самым минимизировать возможность попадания каких-либо брызг на вашу спину. Тогда ваша спина будет защищена и чиста. Что касаемо фаросвещения, она имеется, конечно, здесь, безусловно. Я вам сейчас ее покажу. Вот она у нас не включилась, сейчас мы ее включим. Вот. Вот такая фара у нас идет с вами. Вот так фара выглядит. То есть, если вы обратите внимание, да, что фара идет у нас, если мы поворачиваем вправо или в левую сторону, когда вы будете на нем ехать, фара у вас за вами не поворачивает. То есть, только когда вы полностью велосипед свой повернете в ту сторону, куда вам нужно, только тогда и он будет ровно. Только тогда фара будет освещать то положение, куда вы едете. Данный велогибрид снабжен подножкой. Удобная, в принципе. У педали обычная, стандартная, но, как говорится, трансформер перед педали. Они, видите, как складываются. То есть, они складные. То есть, можно их компактно сложить, как и сам велогибрид. И раскладываются. Что касаемо самого хода. Как я говорил ранее, динамика у велогибрид достаточно, сам по себе, очень динамичная. И скорость набирает очень хорошо. Поэтому, если говорить о его способностях, то, я уверен, друзья, вам он очень понравится. Потому что мне он очень хорошо зашел, если честно. Сам люблю большие скоростя и, в принципе, динамичные устройства. И в своем сегменте, я больше чем уверен, что он получит положительное свое место на рынке. Продолжение следует... Ну что, друзья, вот мы вам показываем, как можно ездить на этой чудо-технике. Посмотрите, тянет. Слушай, в горочку тянет хорошо так. А вес какой, Коль, у тебя и у тебя, Вась? Я в 70, у него 8 лет. 150 килограмм, ребят, представляете, 150 килограмм. Вот вы сейчас сами наглядно видели. Общий вес. Спокойно тянет. Вот такое вот чудо-техники. Завод G-Long. Kuga V1. Итак, друзья, мы, как вам обещали, решили вам показать сам аккумулятор, как он выглядит, контроллер. Мы раскрутили уже вот этот защитный корпус, где находятся у нас аккумуляторы и контроллеры. Кстати, обратите внимание, заглушка здесь находится. Это гнездо для зарядного устройства. Давайте мы вам покажем. Вот так она открывается и, соответственно, заряжает. Заглушку всегда закрывать обязательно. Давайте снимем крышку. Мы ее уже ранее раскрутили, как я и сказал. Вот так выглядит у нас с вами аккумулятор. Аккумулятор, как мы видим, гравировка здесь указывает 48 вольт на 7,5 ампер-часов. Мы еще пока не замеряли на приборе, чтобы понять, какая на самом деле является действительностью емкости. Но, в принципе, на опыте работы с заводом G-Long уже последний год они, например, все те характеристики, которые они указывают, они, в принципе, являются действительностью. Там погрешность имеет место, небо незначительное, вполне нормальное. Что касаемо контроллера. То есть контроллер, обратите внимание с вами здесь, я не знаю, вы видим или нет, но мы смотрели, он на 20 ампера. Контроллер. 20-очка. Но, ребят, тягу, как говорится, мы с вами видели, 150 килограмм двоих. Спокойно. Это чудо техника вытягивает. Поэтому, друзья, как напомню, лайфхак для вас, для вас, дорогие наши подписчики и клиенты. Первым 20 клиентам гидроизоляция в подарок. Ну что, друзья, спасибо вам. Удачи. Пока.